Добрый день, дорогие друзья! Официальный паблик «Череповца» продолжает серию онлайн-трансляций, посвященных вопросам вакцинации. У нас прямой эфир, а это значит, что вы можете прямо сейчас написать свой вопрос в комментариях к нашей трансляции, и я задам его нашему гостю. Экспертом у нас выступает Андрей Александрович Ушатый, заместитель главного врача 2-й городской поликлиники «Череповца». Андрей Александрович, добрый день! Здравствуйте! Расскажите о себе, как начинался ваш путь в медицину. Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Расскажите о себе, что представится Ушатый Андрей Александрович, заместитель главного врача 2-й городской поликлиники «Череповца», по совместительству врач общей практики. Мой профессиональный путь берет начало в недалеком 2008 году, когда при окончании Северного государственного медицинского университета я два года работал и получал опыт, работал терапевтом в одной из клинических больниц города Архангельска. Впоследствии в 2011 году я уже перебрался в наш замечательный город и с тех пор работаю во второй поликлинике врачом общей практики от 2019 года, заместителем главного врача по медицинской части. Спасибо, Андрей Александрович. Осень, первые заморозки, люди начали простужаться. Буквально накануне официальный сайт сообщал, что начали простужаться. Есть все предпосылки к появлению больных грипповой и в то же время пандемия коронавируса. Сосылки к появлению больных грипповой и в то же время пандемия коронавируса. Я соглашусь с вами, что в последний период, когда пандемия коронавируса начали снижаться, в последний период вирусные инфекции активно стали распространяться. Начали снижаться, когда уже наступает и сырость, и холода, и в этот момент необходимо себя защищать. И самый главный способ защиты от различных респираторных инфекций, это, конечно же, вакцинация. Самый надежный способ защиты от гриппа, вакцинация от гриппа. Почему она? Потому что давно уже доказано, что вакцинация от гриппа защищает от очень грозных осложнений, которые возникают при развитии такого грозного заболевания, как грипп, а именно это тяжелейшие пневмонии. Также нельзя забывать, что не только вакцина-профилактика является постулатом сбережения своего здоровья и укрепления иммунитета, но и так называемая невакцинная профилактика, которая заключается в правильном питании, соблюдении сбалансированного питания, которое богато витаминами. Это обязательно регулярные физические нагрузки, минимум 30 минут в день. Это может быть просто банальная ходьба, бег, велосипед, плавание. Также нельзя забывать о пребывании на свежем воздухе, потому что все вот эти комплексные мероприятия заставляют иммунитет активно тренироваться, работать и подготовиться к повышению эпидемиологического показателя заболеваемости ОРВИ, ну и соответственно и гриппа. Также необходимо следить за температурным режимом в помещениях, в квартирах. Нельзя допускать слишком большого перегрева, 20-22 градуса, это оптимально, потому что при слишком большом перегреве воздуха наша дыхательная система слишком восприимчива к различным вирусным инфекциям. Ну и нельзя забывать о тех основных мероприятиях в период пандемии COVID-19, я бы сказал, это постулаты, это масочный режим, обязательное пребывание в скоплениях, массовых скоплениях людей в маске, дабы не заразить других людей, когда есть подозрения на заболевание собственное заболевание, да, социальная дистанция минимум полтора метра. Ну вот это основное, это основное, вот укрепление иммунитета, подготовка и самое-то главное на первом месте это вакцинация. Вот скажите, я, например, свой личный пример буду приводить. Год назад в один день привился я от гриппа и от пневмонии, в один день мне сделали прививку в одно и в другое плечо. Зимой прививался от коронавируса, сейчас, вот у меня прошло 6 месяцев после прививки от коронавируса, сейчас я должен в первую очередь что сделать, мнение врачей какое на сегодня, от гриппа, либо от коронавируса? Значит, сейчас, вот так однозначно сказать сложно, все равно в итоге решает лечащий врач, что лучше сначала сделать, прививку от гриппа, либо от коронавируса. Во всяком случае, время для подготовки к зиме есть, то есть можно, допустим, сначала раз в 6 месяцев прошло, по последним данным по рекомендациям из здраво, спустя 6 месяцев ревакцинация от коронавирусной инфекции, а уже через месяц после этой ревакцинации, возможно, прививка от гриппа. И все эти мероприятия желательно сделать, ну, до начала ноября. Ну, в коем случае, две прививки, ни в коем случае, две прививки за один, как говорится, присест делать нельзя. Ну, то есть, вот то, что я делал год назад, мне сразу сделали от гриппа и в один день... Нет, я имею в виду только вот эти две прививки, от гриппа и от коронавируса, да. Пневмококковая вакцина против гриппа разрешено делать одновременно, это возможно. Понятно. Хорошо, я думаю, что это важная информация для тех, кто еще не вакцинировался. Я напомню, что у нас в городе Череповце создано максимальное удобство для тех, кто планирует вакцинироваться. У нас действует несколько прививочных пунктов, это и СКЗ «Алмаз», это и Ледовый дворец, это и торговый центр в Заречье, если я не ошибаюсь, Новый век, да. И кинотеатр «Комсомолис» — это для тех, кто 60 плюс в возрасте. Там и от коронавируса, и от гриппа можно привиться в течение недели. В будни — это дневное время и после обеда, а в выходные дни, если я не ошибаюсь, до обеда. Можно уточнить информацию на нашем сайте. И плюс добавлю, что у нас буквально недавно мы на официальном сайте города создали сервис, который позволяет коллективам предприятий заявить, если есть желание привиться 10 человек и больше, то вы просто оставляете информацию в нашем сервисе. По заявительному принципу, да-да-да. Да, и можно пригласить врача прямо на предприятие, на рабочее место. Вот, Андрей Александрович, от знакомых в последнее время нередко слышу, что прихворал немного, горло першит, слабость, отлежусь, говорит Денек, восстановлюсь, все будет хорошо. Стоит ли сразу бежать в поликлинику к врачу за больничным? Может быть, действительно лучше один день отлежаться, не ходить в поликлинику, чтобы не подвергать себе опасности заразиться тем же коронавирусом? Нет, на самом деле, уже прописная истина, мы всем говорим, не заниматься самолечением. При первых признаках простудного заболевания обязательно необходимо обращаться к врачу, потому что вот эти 2-3 дня, 4 дня, объективно человек может не почувствовать ухудшение своего самочувствия. То есть это может сделать только врач, и вовремя сделанная диагностика, на начальном этапе, вовремя назначенное лечение, залог дальнейшего здоровья пациента. Поэтому мы рекомендуем сразу же обращаться к врачу. Понятно, что если по состоянию здоровья пациент не может обратиться напрямую в поликлинику, в этих случаях мы рекомендуем просто вызывать врача на дом. Скажите, вот ваша поликлиника обслуживает большой Заягробский район города. Сколько больных коронавирусом удается выявлять ежедневно? Это происходит чаще на приеме в поликлинике, либо на дому? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я могу небольшую уточняющую информацию дать. Наша поликлиника занимает первое место по территориальному обслуживанию во всей Вологодской области, не только в Череповце, на нашей территории проживает порядка 100 тысяч человек. Из них около 75 прикреплены к нашим поликлинике. Поэтому это достаточно большой конгломерат граждан. А что касается выявления коронавируса, то сейчас на данный момент в среднем происходит от 50 до 80 выявлений в случаях новой коронавирусной инфекции в день. Причем нельзя сказать, что это больше на дому, либо в поликлинике. Как правило, это 50 на 50, ведь болеют и контактные в очаге, которым приходится вызывать дежурную бригаду и вследовать их на дому. Также это приходят люди и в отделение неотложной медицинской помощи уже в самой поликлинике, где также мы проводим диагностику, ну, по показаниям в зависимости от симптомов. Ну, вот я даже не знал, что у вас такая действительно большая территория обслуживания. Скажите, вот как на сегодня организована вакцинация от коронавируса и от гриппа в вашей поликлинике? То есть мне достаточно, например, позвонить в регистратуру, что дальше, как действовать? Вы знаете, даже звонить не надо. Ну, как бы информация-то, конечно, доступна будет по звонку, но здесь, как говорится, предварительной записи нет. Главное знать, во сколько, куда и промежуток времени. Значит, у нас в поликлинике организована вакцинация гриппа ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Это 115 кабинет, отдельный кабинет на первом этаже. Также можно сделать вакцинацию от гриппа по субботам с 8 до 12, также 115 кабинет. Ну и вакцинацию от гриппа возможно провести уже в упомянутом вами торговом центре «Новый век». Помимо вакцинации от коронавируса, там также делают прививку от гриппа в будни с 2 часов до 18, а по субботам и воскресеньям с 10 до часу. Также хотел сказать, что есть возможность у граждан записаться через специальные слоты на госуслугах. Специально выделенное время, они записываются и подходят уже напрямую к назначенному времени. Либо, если человек вот просто захотел, вот так вот вздумалось, пошел на прививку, просто приходит в поликлинику, 4 этаж, 419 кабинет, врач осматривает это с 8 до 4 часов и сразу делает прививку. А что при себе нужно иметь, какие документы? Значит, при себе для вакцинации от гриппа достаточно медицинского полиса страхования, полис ОМС, а при вакцинации от коронавируса три основных документа. Это паспорт, полис и СНИЛС страховое свидетельство. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечает Андрей Александрович Ушатый, заместитель главного врача 2-й городской поликлиники Череповца. Все, что вас волнует, что интересует, пишите в комментариях к этой трансляции, мы стараемся отвечать. И вопросы уже поступают. Я как раз смотрю нашу страницу, и первый вопрос от Маргариты Большаковой, зачитаю. Слышала, что Минздрав рекомендовал предупреждать людей, отваживающихся на участие в эксперименте, называемой вакцинацией, о побочных явлениях и случаях летальных исходов, число которых по всему миру стремительно растет. Хотя я не знаю, откуда, Маргарита, вы берете такую информацию. Хотелось бы услышать честное мнение, а не сказку о ВОЗ. Сможете ответить? Это даже не сказка, это миф. Это миф. Никакой официальной информации Минздрава по данному поводу не существует. Все уже научные выкладки давно известны о пользе вакцинации. Поэтому информации официально нет, не поступало никому никогда. И у Маргариты как раз тут комментарии уже других пользователей нашей страницы. Но я не буду их зачитывать. Те, кто видит эту страничку нашу, смогут прочитать. Сергей Биллов спрашивает, а я не помру после прививки? Нет, вы не умрете после прививки. Когда осматривает врач перед вакцинацией COVID-19, он обязательно предупреждает, что так же, как и при другой вакцинации, возможны определенные температурные реакции в течение двух-три дней, это максимум 37,3-37,5. Как правило, и на другую вакцинацию это тоже возможно. Он даст рекомендации, как себя вести в данный период, и все пройдет благополучно. Здесь единственное, лечащий врач еще должен определиться, а нет ли специальных противопоказаний для проведения данной вакцинации. Их на самом деле немного. Как правило, это тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Если человек страдал каким-то аллергическим заболеванием, и которое проявлялось серьезной реакцией в виде сыпи, шока, так же могут дать медотвод по поводу наличия онкологического заболевания, какого-то системного заболевания. И плюс мы не рекомендуем делать прививки в острый период какого-то либо инфекционного, либо хронического заболевания. То есть ждем 2-4 недельки, а потом все-таки вакцинацию проводим. Ну я не добавил, что Сергей Белов после своего вопроса аж 5 смайликов написал. Поэтому, Сергей, мы желаем вам здоровья, не болейте, и обязательно вакцинируйтесь. Таких случаев, чтобы люди умирали после прививки, может быть, один на миллион, если они происходили на самом деле. Татьяна Чикалева, если есть антитела, то можно делать прививку? Значит, смотрите, здесь ситуация такая. Официально Министерством здравоохранения определены действия при вакцинации COVID-19. Сейчас наличие антител не является противопоказанием для проведения вакцинации. И даже не определено, пока нет понимания даже, насколько, какое количество антител хорошо защищает. Вот лаборатории ведь разные, ответы могут быть у лабораторий разные. Они, как правило, показывают наличие антител. Наличие антител. Сколько необходимо антител для защиты конкретного человека в плане индивидуальности, тут сказать сложно. Поэтому даже при наличии антител вакцинация проводится. И от гриппа, и от коронавируса, да? Нет, ни одновременно, ни в коем случае, ни в один день. То есть, значит, выбираем сначала для себя, что я делаю в первую очередь от гриппа сначала, ждем месяц, а потом, соответственно, от коронавируса. Ну, я имею в виду, что если есть антитела, то можно, да, понятно, что месяц надо выждать между прививками. Можно и от гриппа, и от коронавируса в любом случае. Дальше вопрос Светлана Синебок. Зачем делать прививку, если уже есть антитела? Ну, мы ответили только что на этот вопрос. Нет, прививка, смотрите, могу добавить. Здесь прививка в данном случае будет выступать дополнительным повышением антител, как дополнительная защита. Ведь штаммы гуляют разные, и мутация их происходит. Поэтому здесь лучше, как говорится, в данном случае, лучше больше антител, чтобы совсем ничего. Ольга Никитинская спрашивает, через сколько времени можно делать прививку от гриппа после перенесенного коронавируса? Значит, смотрите, после перенесенного коронавируса, опять же-таки, я уже повторял, коронавирусная инфекция в период ее разгара относится к острой инфекции. Значит, мы ждем 2-4 недели после заболевания коронавирусной инфекцией, и можно проводить вакцинацию от гриппа. Ну, то есть человек болел, выздоровел после коронавируса? Да, ждем недельки-две, две недели ждем и смело делаем. Наталья Казарова спрашивает, почему не у всех берут тест на ковид с симптомами простуды? Значит, смотрите, не все симптомы простуды характерны для коронавирусной инфекции. И здесь уже лечащий врач при осмотре самостоятельно определяет показания для забора биологического материала для определения коронавирусной инфекции COVID-19. Как правило, есть определенные симптомы. Это сухой кашель, повышение температуры, слабость. Вот это основные три симптома для коронавирусной инфекции. Также могут быть и дополнительные. Это снижение обоняния, вкусовых ощущений, признаки диареи, какие-то мелкоточечные высыпания. Но это все в комплексе. И уже на месте врач, уже осматривая, понимает, нужно ли проводить тест, исходя из всех данных анамнеза, допустим, контактировал ли человек с больным COVID-19 официально, был ли он в контакте, приехал ли он из-за рубежа. Здесь очень много моментов. Бывает так, что человек приходит на прием, а у него по факту-то не симптомы РУВИ, а при осмотре выявляет ангину. Это к тому вопрос, почему не надо сидеть дома, а надо идти и первично рассмотреть, чтобы врач посмотрел изначально и определил дальнейшую тактику. Желательно, конечно, это делать в условиях поликлиники, потому что при выявлении каких-то патологических хрипов, при прослушивании легких или изменении сатурации, врач может сразу же здесь же на приеме отправить на флюорографию и понять, а если развитие уже пневмонии, то есть ведь у каждого человека по-разному проявляются эти симптомы, и пока врач не посмотрит, здесь никакого вывода сделать нельзя. Сергей Антипин, почему вы делаете прививки в период эпидемии? У нас однажды доктор отвечал на этот вопрос. Вы как прокомментируете это? Но дело в том, что в период эпидемии, смотря какой эпидемии, речь идет о пандемии COVID-19. Скорее всего, да. Да, которая бушует во всем мире. Просто, как говорится, я даже не знаю, когда был период не эпидемии за эти полтора года. Единственный выход как-то повысить коллективный иммунитет, справиться с этой инфекцией, это только вакцинация. Мы же не будем ждать полгода, пока, надеясь на то, что инфекция сама собой куда-то исчезнет. Это логично. И чем быстрее мы свакцинируемся, все дружнее, тем быстрее выработается коллективный иммунитет. Я напомню, что, если подтвердите, 70% должно быть привито. 60. 60. На сегодня это порядка 40, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Надежда Беляева, можно ли делать прививку от COVID-19, если бронхиальная астма? Значит, смотрите, здесь, опять же, разбор полета для лечащего врача, особенно пульмонолога. Если ваша бронхиальная астма связана больше с аллергическим компонентом, при котором существуют не только приступы удушия при бронхиальной астме, но и другие тяжелые аллергические реакции в анамнезе, тогда мы не рекомендуем, дает метод. Если бронхиальная астма смешанного генеза, где присутствует аллергический и экзогенный компонент, то наоборот, данная прививка как раз-таки показана для таких пациентов, потому что в таком случае очень высок риск развития осложнений в виде пневмонии у пациентов, которые страдают бронхиальной астмой. Я говорю, тут нужно четко собирать врачу, лечащему анамнез, как себя проявляла бронхиальная астма, какие были реакции в анамнезе. Так вот четко сказать нельзя, это только приемы врача. Сергей Белов благодарит вас за ответ. Наталья Трудова спрашивает, почему раньше давали медотвод, если есть антитела? Почему? Потому что раньше еще недостаточно был изучен механизм образования антител. То есть с течением времени, ведь все научные изыскания, они и сейчас проводятся. То есть раньше еще не было недостаточно данных о развитии, о понимании этой инфекции. И сейчас уже какое-то понимание есть, и Минздрав в мае 2021 года все обобщил и уже принял решение, что на самом деле вакцинацию необходимо делать, возможно проводить при наличии антител. Другое дело, когда человек официально переборел, когда, ведь мы не знаем при наличии антител, когда человек болел, в какой форме, нет вот этой информации-то. Поэтому нам очень мало дает информация о наличии антител. Она только говорит о том, что человек, да, когда-то, возможно, переборел, но когда, в какой форме, сказать сложно. Сейчас все пересмотрели, и сейчас идут строгие показания по медотводу, которые проводятся уже, ну, они и должны были проводиться, и сейчас проводятся по иммунологической комиссии, по решению иммунологической комиссии, где четкие критерии определены, и решением этой комиссии устанавливаются данные о медотводе. Либо это может быть два месяца, либо на шесть месяцев, все в зависимости от ситуации. Евгений Маракуев спрашивает, можно просить поподробнее рассказать о вакцине с окончанием Лайт? Ну, спутник Лайт, вакцина, которая проводится уже в течение, наверное, двух месяцев у нас, она делается однократно. Значит, показания для проведения от 18 до 60 лет. Значит, она изобретена, она на основе, на пептидной основе. Противопоказания к ней в плане каких-то наличия заболеваний, такие же, как у вакцины спутник ВИ, гам-ковид-вак. В принципе, она в плане вот развития каких-то побочных явлений и развития антител на эту вакцинацию, она не отличается от спутника ВИ. То есть, единственное, что она однократна. У меня тогда вопрос будет личного характера. Я прививался, первая прививка от коронавируса у меня была спутник ВИ. Если я планирую ревакцинироваться, могу ли я лайтом? Да, как раз в этом случае лайт. И тут, наверное, в первую очередь возраст смотреть, пока вот официально с 18 до 60. А там уже дальше по ситуации, ведь лечащий врач спрашивает, а была ли какая-то реакция на спутник ВИ, то есть, в зависимости от этого, может быть, есть смысл подождать и сделать ревакцинацию спутником ВИ. То есть, тут, но пока мы рекомендуем спутник лайт ревакцинироваться. Но возраст, я говорю, что 60, больше 60, там спутник ВИ. Единственный, наверное, минус, которым стали недавно писать, что если люди собрались там поехать в Турцию, то со спутником лайт почему-то в Турции проблема, не пускают. Ну, это да, это, мне кажется, уже больше политические аспекты в этом плане. Хотя, не знаю, уже во всем мире признана вакцина, я считаю, что ее лучший, спутник лайт, спутник ВИ, лучший и по защите, по выработке антител. То есть, по факту-то 6 месяцев, а снижение антител происходит на 9-12 месяц. То есть, у кого-то даже и год. Может быть, но усредненно это полгода. Спрашивает Яблоков Ваня. Медотвод по циррозу и портальной гипертензии. Нет, такого заболевания в перечне медотводов не существует. Опять же, данное заболевание относится к категории граждан, которым, наоборот, нужно это сделать для защиты себя от осложнений. Потому что, как правило, при таких заболеваниях иммунная система слабая. Надежда Макуничева пишет. Мои родители не привиты и переболели легче, чем соседи, которые моложе и были привиты. Теперь они никогда не привьются, им иммунитет убили. Разве можно иммунитет убить совсем? Нет, иммунитет сложно. Тут надо конкретно разбирать данные случаи, смотреть, как заболели. Штаммы, возможно, были разные. А вот это понятие легче, все субъективно. То есть, если врач не смотрел пациентов, сложно сделать выводы о том, как проходила инфекция. Значит, тут этот вопрос требует такой достаточно сложной дискуссии для понимания. Это сложно здесь ответить вот так сразу. Нужно разбираться об этом. А так, даже если переболели, все равно иммунная система отреагировала, соответственно, антитилата у человека есть однозначно. Какая-то защита, допустим, полгода она существует. Но опять же таки, я сам лично переболел один раз, потом были подозрения, что все-таки второй раз переболел. То есть, на своем жизненном опыте я могу сказать, что люди сейчас могут и три раза болеть. Вот за этот период, который начался с апреля, с апреля-марта 2020 года, я не удивлюсь, что люди могли принести данную инфекцию и три раза. Уже вот этот срок, который прошел. Просто у кого-то реально вообще симптомов может не быть. То есть, просто слабость, головная боль два дня, все, это может быть и коронавирусная инфекция. Это, конечно, единичный случай, но такое тоже может быть. У кого-то типичный разгар, да. У кого-то может проходить в виде симптомов диареи, да. Но в основном симптомы, которые я уже называл, это 80%. Сухой кашель, утомляемость, слабость и повышение температуры. Невысокое повышение температуры, максимум там 39. Поэтому здесь каждый случай индивидуален. И можно, и есть случаи, которые люди, пациенты болели два и три раза. Поэтому зачем рисковать, да, испытывать, как говорится, русскую рулетку, нашу русскую рулетку. Лучше вакцинироваться и хотя бы быть уверенным, что защита есть. Но все мы должны понимать, что вакцинация – это не защита от заболевания как такового, да. Заболеть все равно, риски есть. И, как правило, люди заболевают. Это защита от осложнений. То есть надо в голове-то у себя делать понимание, что защита... Не надо удивляться. О, я сделал два месяца назад приивку, да, заболел. Я же вакцинировался. Какого черта, да? Но на самом деле заболеть-то реально и просто осложнений не будет. Таких тяжелых, грозных. И, как правило, это заболевание проходит в легкой форме. Раньше, когда тяжелый случай, там, две недели, моногоспиталь, до месяца. При вакцинации 7-10 дней. А может и вообще пройти мимо. А может организм настолько на антителах после вакцинации, что даже вирус не способен закрепиться на слизистой оболочке носа и зела. Поэтому тут только вакцинация. Да, вот я тоже бы, Надежде, сказал, что хорошо, что они легче переболели. Но ведь разные ситуации. Действительно, это все индивидуально. Я, например, прививаюсь и здоров, слава богу. Хотя общаюсь очень много людей, с которыми приходится встречаться по работе. Поэтому, Надежда, вот я вас не поддерживаю в вашем комментарии. Наталья Трудова, при сужении сосудов, хроническое заболевание с 93-го года, официальный диагноз, разве можно вакцинироваться? Можно. Абсолютные показания для вакцинации. Я вам говорю, что любое, значит, нужно понимать для себя, любое тяжелое хроническое заболевание, начиная там от различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, заболеваний сосудов, типа ишемии, стеноза, артерии нижних конечностей, заболевания, которые привели к группе инвалидности, исключая, допустим, онкология и системные заболевания, которые требуют индивидуального подхода в плане заключения необходимости вакцинации. Все то, что вначале вот сейчас сказал, это показания, это именно первая точка приложения, кому нужно сделать эту вакцину, потому что при таких заболеваниях, при инфицировании COVID-19, очень большие риски молниеносного развития заболевания, развития осложнений. Поэтому вакцинация-то как раз и защищает, в первую очередь, таких людей с хроническими заболеваниями от этих осложнений. То есть нарушена изначально при хронических заболеваниях иммунная система, и вакцинация как-то тренирует организм, чтобы бороться с этим. Другой вопрос в плане онкологии, системных заболеваний, тут нужен индивидуальный подход. И уже лечащий врач решает, да, действительно необходимо делать таким пациентам вакцинацию. Ведь бывают люди, которые уже и перенесли с такими заболеваниями официально инфекцию. То есть индивидуальный подход. А вот именно на данный вопрос проблемы с сосудистым руслом, ну что я могу сказать, очень большой риск развития тромбов в данной ситуации. Когда, а мы все знаем прекрасно и по новостям, и по, ну, наслышаны, что COVID-19 это то заболевание, которое приводит к развитию тромбообразования. Да, поэтому только вакцина, опять же таки, да, спасет от грозных осложнений. Ваня Яблоков задает вопрос, где можно пройти хоть какое-то обследование на совместимость с вакциной. Надо ли вообще это? Таких исследований не проводят, потому что их просто не существует. Это единственный рабочий, как говорится, материал, это сама вакцина. То есть это только вакцинация. А проверить на свою совместимость в плане аллергизации какой-то, такого исследования не проводят. Опять же, Наталья Трудова задает вопрос. Дали на количественные показатели наличие 349,5, 605,9 антител. При таком показателе тоже нужно делать вакцину. Я вообще вот такие цифры слышу, большие. Нет, тут смотрите, значит, у каждой лаборатории есть свои нормированные нормы, показатели. То есть, если, допустим, в лаборатории норма, допустим, до 10, то показатель 300 – это не такой уж и большой. Если номенклатура нормальных референтных значений в лабораториях до единицы – это достаточно серьезный такой повышенный уровень иммунитета. Но, говорю, вакцинация, она просто повысит, лучше защитит. И никто не знает, вот этот уровень антител, как быстро он исчезнет. То есть, это ведь антитела были на перенесенную инфекцию, да, мы ведь не знаем, через месяц уйдет сеть антитела, через два. А по вакцинации у нас хотя бы данные есть, что полгода точно антитела будут. И они перекроют вот это снижение изначальных антител, которые были проверены в лаборатории. Андрей Александрович, большое спасибо. Хочу обратить внимание зрителей нашей трансляции на то, что ответы на большинство вопросов о вакцинации вы можете найти на сайте stopcoronavirus.rf. Ответы на самые популярные вопросы вы видите прямо сейчас на экране. Также обращаю внимание на то, что записаться на вакцинацию можно через сайт госуслуги по телефону 122 или через регистратуру своей поликлиники. Вакцинация также организована, мы уже говорили, в нескольких точках Череповца. Это Ледовый дворец на Октябрьском проспекте 70, СКЗ «Алмаз» на Стальваров 43, торговый центр «Новый век» на Победе 135, дом музыки и кино, бывший кинотеатр «Комсомолец» на улице Горького открыт пункт вакцинации для пожилых череповчан, тем, кому за 60 лет. А в этих пунктах череповчане также могут вакцинироваться от гриппа. Андрей Александрович, как Вы лично относитесь к таким людям, которые выступают против вакцинации? На самом деле, мое отношение строго негативно, я бы даже сказал, в некоторой доле недоумения. Мне вообще кажется, что вот это общество антипрививочников, оно создано только лишь для достижения каких-то своих политических, не знаю каких, интересов. И данные люди совершенно не воспринимают информацию традиционной нашей медицины со всеми научными выкладками о пользе вакцинации. Ведь да, бывает, они могут нам в пример сказать, что вот, допустим, к примеру, человек сделал вакцинацию и через 10 дней заболел коронавирусной инфекцией. На такие примеры мне уже, честно говоря, уже надоело отвечать. Официальная информация по изучению вакцины «Спутник Ви», «Спутник Лайт». Вы должны знать, все граждане, на 45-е сутки после вакцинации начинаются вырабатываться антитела. На 60-е сутки от первой уже он формируется. То есть вот в этот период-то, 40 дней, 50 человек уязвим, уязвим заболеть новой коронавирусной инфекцией. И даже если он заболел спустя 3 дня после вакцинации, это говорит о том, что с учетом инкубационного периода до 14 дней данный человек уже вирус, в простонародье говоря, подхватил раньше этой вакцинации. И поэтому здесь надо думать о пролонгированном действии вакцины. Не вот сейчас, прямо после вакцинации, а потом. На будущее отсрочно 6-9 месяцев. Поэтому, честно говоря, бред. Вот эта позиция антипрививочников – бред. На чаши весов, на одной чаше здоровья человека, где очень большие риски осложнения данной инфекции, а на другой чаше просто боязнь сделать эту вакцину. Ну, это уже нелогично, это никакой самокритики не выдерживает данная позиция. Поэтому мое отношение строго негативное и, честно говоря, недоумение. Просто как слепые котята. Вот эта информация, которая… Это ведь не только, ладно, Россия, так это мировое сообщество. Мировое сообщество приняло решение, что только вакцинация может спасти планету от разгуливания данной инфекции. Поэтому вот я свое мнение высказал. И не отступлюсь от него никогда. Да, и еще многие говорят, что вот наша вакцина, она там не зарегистрирована где-то. Но вот, опять же, пример Сан-Марина возникает в Италии, где порядка там больше 80%, если не ошибаюсь, привились от спутника ВИ. И буквально недавно была информация, что там достаточно стабильная ситуация с коронавирусом, то есть больных не так много. Да, причем это европейцы, которые тратят огромные деньги для того, чтобы поселиться в этих отелях. Это о многом говорит. Это живой пример нашей вакцины, которая, мне кажется, на первом месте в мире среди эффективности. И развитие различных побочных, даже минимальных побочных явлений. Любая вакцина, у любой вакцины там есть 0-0-0-0-0-1 бесконечности, вариант какого-то развития грозного усложнения, но это крайне редко бывает. И бояться вот именно этого, ну отнюдь не стоит. Лучше все-таки подумать о своем здоровье и на будущем. Много примеров, связанных с интервью пациентов, которые уже в больницах и лежат в тяжелом состоянии, и которые дают комментарии, почему для себя, почему же я тогда не сделал вакцинацию, и себя корят за это. Это множество примеров. Я тоже знаю такие примеры. У нас вопрос от Маргариты Беляковой. Ревакцинацию надо делать обязательно и как часто? Ну, пока ревакцинация, это установлен Мездравом 6 месяцев. То есть тут будет все зависеть от распространения данной инфекции, могут быть приняты решения Мездравом и через месяц. То есть все в зависимости от показателей распространения, показателей вакцинации населения. Каких-то дополнительных данных, возможно, примут решение и 9 месяцев, и 12. Но вот сейчас по той ситуации, которая складывается в Российской Федерации, установлено 6 месяцев. Я тут немножко отвлекся. Я вынужден некоторые комментарии удалять, потому что это просто... Причем нам пишут люди, которые даже не состоят в нашем сообществе. Я заметил, когда мы выходим с этими трансляциями, на наши трансляции нападают антиваксеры. Такое ощущение не только из города Череповца, а со всего мира. И вот, Виктор Гюго, мы с вами прощаемся навсегда, вы добавлены в черный список. Ну вот некоторые еще пишут, что врачи сами не вакцинируются, покупают себе справки. Это я тоже удалил, потому что это полный бред какой-то, честно говоря. Мы знаем, что врачи... Такая ноша сегодня на плечах наших докторов, которые каждый день спасают жизни людей. Поэтому не пишите бред в нашем эфире, пожалуйста. Просто я хочу сказать к этому комментарию, что ведь очень много врачей работают в моногоспиталях. И там, хоть они и в защищенной одежде, все равно у них единственный и самый надежный метод защиты от этой инфекции – это вакцинация. То бишь, человек не пойдет в моногоспиталь работать, будучи, не имея высокого титра антител, либо не вакцинировавшись. Как бы это естественно, это естественно. Но я говорю, что это какой-то бред, который муссируется уже, не знаю, больше полугода. И, честно говоря, уже мы-то, врачи, устали от этого. Как бы постоянно доказывать свою правоту. Это засоряет наше медицинское сообщество различными неправильными позициями. Вводит население в заблуждение. А инфекция тем самым растет. Ну, хочется посоветовать, если антиваксеры, которые нас смотрят, не видели Илью Варламова, который дал ответ таким лицам, то посмотрите, пожалуйста. Там очень все интересно сказано в ваш адрес. Ну, у нас, в общем-то, программа подходит к финалу. Андрей Александрович, что бы вам еще, может быть, хотелось донести до нашей аудитории то, что мы, может быть, забыли где-то сказать? Ну, единственное, что хотелось бы сказать, это даже не высказывание, а призыв, призыв ко всем гражданам. Не будьте легкомысленны к своему здоровью и здоровью своих близких. Давайте сделаем так. Вот сегодня будете засыпать, и пусть в ваших головах будут такие цифры. В среднем от в год в мире около 500 тысяч населения умирает от респираторной вирусной инфекции. А еще каких-то 130 лет назад продолжительность жизни на Земле была на 20-30 лет меньше, потому что не было чего вакцин от различных заболеваний. Поэтому вот просто подумайте об этом, и все встанет на свои полочки. Большое спасибо, Андрей Александрович. Уважаемые друзья, зрители нашей трансляции, если у вас остались вопросы, то вы можете продолжить задавать в комментариях к этой трансляции. Вам обязательно дадут ответ специалисты Департамента здравоохранения Вологодской области. Мне остается пожелать вам всем хорошего дня и до свидания. До свидания, спасибо. Продолжение следует...